Дорогие друзья, дорогие друзья, это очень приятно, что вы пришли в этот воскресный, майский, еще майский, пока не летний вечер. Я понимаю, что это все, в общем, было, наверное, непросто, и спасибо вам за это. Вот, да, да. Вот, Свете особенно было непросто, шучу, Светочек. Значит, мы сегодняшнюю программу мы посвятили замечательному автору Евгению Клячкину, вот, но подробности я буду вам рассказывать, так сказать, по ходу программы. Программу мы назвали «Золотая грусть» Евгения Клячкина. Отчего в глазах прозрачно карих золотая грусть? Не печалься, славный мой товарищ, больно, ну и пусть. Разве это осень, если сброшен первый желтый лист? Если столько ласки сердце носит, милая, очнись. Не грусти, коль жизнь покажется одинокою, это кажется, Обязательно откажется кто-то нужный на пути. И так странно все изменится, неизвестно куда тенется, Что мешало нам надеяться от беды своей уйти. Красной листвой земля согрета, Каснущий костер. В лес осенний золотами одетый, я войду как вор, Задирая к небу хвост свой лисий, две сосны растут. Золотой венок из желтых листьев я тебе сплету. И судьбой неизбалована, вдруг проснешься ты коронованной, Царство осени бесценное упадет к твоим ногам. И прекрасно, словно золушка, ты на месте в этом золоте, И сама, как драгоценность, ты хоть себе недорога. Встрагивая, ляжет на ладони крохотный листок, Ты не бойся, мы тебя не тронем желтым огонем. Опускайся где-нибудь в сторонке, мы замедлим шаг, Где твои братишки и сестренки меж собой шуршат. В этом шурохе услышится, ах, как дышится, ах, как дышится, Даже падая колышется, каждый листик погляди. Разве можно разувериться, если любится и верится, Если хочется надеяться, если столько впереди? Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Кто это? Евгений Нисакович Кляшкин. Это бард из когорты советских бардов, тех авторов, которые не просто писали песни, а каждый из которых это целый пласт, они несли как бы свою жизненную философию. Но Евгений Кляшкин, на мой взгляд, выделяется из общей этой когорты своей особой утонченностью, так мне кажется, на мой вкус. И Евгений Кляшкин родился в 1934 году в городе Ленинграде, провел детство в Ленинграде, в том числе ленинградскую блокаду пережил, в которую умерла его мать, отец был на фронте, потом он был эвакуирован вместе с другими детьми. В 1945 году его забрал отец, и они опять жили в Ленинграде. Закончил он в 1957 году Ленинградский инженерно-строительный институт, и в 1957 же году принимал участие в фестивале молодежи и студентов в Москве. С 1961 года Евгений Кляшкин начал писать песни, то есть его, так сказать, карьера как барда началась в 1961 году. Сначала он писал песни на стихи других поэтов, но вскоре стал писать собственные стихи. Я так коротко какие-то факты его биографии, которые мне известны, буду рассказывать. Следующая песня, которую мы хотим исполнить, она открывает наш второй альбом, диск второй, вот, и называется, это одна из редких песен Кляшкина, которые, ну, малоизвестны даже специалистам, называется она «Маленький вальс». Вечернем воздухе пустой, звук поцелуя за углом, Как будто в лужи гаснут пузыри. И мокрый дом, и все окрест, звучит, как маленький оркестр, Где музыкантов прячут фонари. И ты с улыбкою идешь, тебе так близок этот дождь, Давно ли он стучал в твоей груди? И почему-то не понять, прошла ли жизнь, или опять все впереди, опять все впереди. И почему-то не понять, прошла ли жизнь, или опять все впереди, опять все впереди. Опять все впереди. Следующая песня, которую мы хотим исполнить, ну, ее считают визитной карточкой Евгения Кляшкина, хотя это не совсем так, но, тем не менее, песня достаточно известная. Кстати, любопытно то, что музыка написана в данном случае не Евгением Кляшкиным, а музыка, написанная Михаилом Зилом, она из кинофильма «Баллада о солдате». Стихи Евгения Кляшкина. «Баллада о солдате» Не гляди назад, не гляди, Просто имена перестань, Спят в твоих глазах, спят дожди, Ты не для меня их оставь, Перелись подальше ключи, Адрес поменяй, поменяй, А теперь подольше молчи, Это для меня. Мне-то все равно, все равно, Я уговорю сам себя, Будто все за нас решено, Будто все ворует судьба, Только ты не веришь в судьбу, Значит, просто выбрось ключи, Я к тебе в окошко войду, А теперь молчи. Перелись подальше ключи, Адрес поменяй, поменяй, Теперь подольше молчи, Это для меня. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Друзья, следующая песня называется «Псков». Тоже достаточно известная песня Евгения Клячева. Видишь, этот город вписанный в квадрате неба, Как белый островок на синем, И странные углы косырье. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко сбежала на пригорок, И улеглась на нём свободно, Отбросив руку с колоколь. Как лежал бы человек спокойно, глядя в небо, Ведь род относит тени и друзей, и женщин. Ну разве это не прекрасно, Что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Две свечи в ногах, а сами встанем в изголовье. Ой, фотография прекрасна, И вредя надо мной нелазна, Слава Богу, та с косою нас ещё не ловит. Стены этих храмов под глазами Укрылись в землю, И добрые седые брёвы, И в жёлтых бородах улыбки. И в жёлтых бородах улыбки, И в жёлтых бородах улыбки. И в жёлтых бородах улыбки, И в жёлтых бородах улыбки. Камни нас предсознают, И заполнят камни. Ну разве нам с тобой не ясно, Что всё устроено прекрасно? Лица их в морщинах тяжкие, тела их полни Лица их в морщинах тяжкие, тела их полни Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо Еще несколько слов про Евгения Клячьина В 90-м году Евгений Клячьин с семьей выехал на постоянное месторожительство в Израиль И с того времени он находился там Хотя на свое 60-летие, в 94-м году он приезжал в Россию, в Санкт-Петербург уже Выступал с концертами в Москве, в Питере и в Туле С юбилейными концертами Сам говорил о том, что очень скучает по России То есть ностальгия человека одолевала К сожалению, в 94-м же году, летом, он трагически погиб, купаясь в океане Это известный факт Следующая песня, которую мы хотим исполнить Она как раз относится к последнему периоду жизни Клячьина Называется она «Гадание» Мне очень нравится, как поет Георг Топчьян А то и говорит, он и поет, понимаете? Итак, песня называется «Гадание» Живой цветок охвачен мертвым хрусталем И пальцы сходятся на нем Вот та ромашка, что лежит в твоей руке И капля малая дрожит на лепестке То ли роса, то ли слеза не разберешь И только видишь эту дрожь Нет ни на женщину гадать, ни на нее Сыпь лепестки, молясь о стране своем Да вот в чем штука И один не погубить Когда в итоге быть, не быть Салют незнанию спасающим у нас Когда отчаянье приходит в поздний час Когда опять хмельная чаша под рукой Уже не дарит нам покой Не покидай меня, надежда, до конца Не отводи глаза, покрова лица В мою ладонь легко крыло свое вложи И дай мне силы дальше жить Дай жить по-прежнему, не бедая черты Той, за которую не сводятся мосты Где перевозчик тих и не плеснет вода Черты с названием «Когда» И если завтрашний последним будет шаг Пусть прежде тело, а потом умрет душа Не уходи, надежда, лучше обмани Никто во лжи не обвини Оставь, дружок, свою ромашку в хрустале На светлом праздничном столе Конца не будет Будет вечно длиться пир Как вечно будет этот мир Так, как вечно будет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 — Нет, нет, пожалуйста, сидите, Анатолий Анатолий Анатольевич, сидите и говорите больше в микрофон, говорите. Потому что вы правильные слова говорите, мне нравится. — Подобно большинству своих сверстников и бардов того периода, Евгений Клячкин играл на семи струнной гитаре, но был в его творческой биографии такой момент. В 1963-1964 годах он закончил курс музыкальной композиции при отделении Союза композиторов в Ленинграде. Ну, я думаю, что это, конечно, безусловно, ему помогло в его дальнейшем творчестве. Сейчас мы хотим спеть песню, тоже из позднего периода этого автора. Называется она «Ни о чем не жалеть». Ни о чем не жалеть Значит, все остальные слова, как леса, в ноябре опустили, и губ, как рохочет листво. Ни о чем никогда не жалеть, не жалеть. Только не, только не этой малой частицей кончается след. Никуда не ведущих, но прожитых дней. Ни о чем не жалеть Если узел нельзя развязать, то рубить смысла нет. Надо просто повязку родить на глазах. Ни о чем не жалеть, если память беззвучно кричит. Если шок, словно плеть, и сквозь трезвые строки рыдает мотив. Ни о чем не жалеть Это значит уйти, зачеркнув навсегда. Все, что было с тобой, значит память убить. И убить свою жизнь за годами года. Ни о чем не жалеть Умоляю, меня не проси Ни о чем не жалеть Это сверхчеловеческих сил Евгений Клячкин В 1986 году, как сейчас помню, я видел эту передачу Были, помните, программы «Музыкальный ринг» из города Ленинграда И был один музыкальный ринг, где оппонентом Клячкина был По рингу, разумеется, по программе Был Александр Розенбаум Был такой забавный музыкальный ринг Клячкин Розенбаум И тогда я впервые услышал эту песню Она мне очень понравилась И она стала заглавной в нашем втором альбоме Песня называется «Детский рисунок» Я, кстати говоря, вот пока Анатолий Анатольевич ищет ноты Я представлю своих замечательных друзей Замечательных музыкантов Впрочем, вы сами слышите Я воздержусь от эпитетов Вот, Алексей Сенин, гитара Дмитрий Ли, бас-гитара Игорь Игнатов, барабаны И Анатолий Анатольевич Шаров Он эту песню сыграет стой Сказал Шаров Анатолий Анатольевич Встали от лыбочки круг А за кругом в комнате мрак В круге сразу видно, кто друг Кто во мраке ясно, что враг Девочка рисует дома Домами бьются дыбы И еще не знает сама Кто чушен здесь, а кто мы Вон, как ведь возводится дом А над домом тянется дым Все плохое будет потом Все хорошее создадим А под дымом варится срун Что-то каждый вновь и на сын Только не захочется спать В сад на полных садах часы А за домом тянется сад Деревьев несколько сот Яблоки на веках не сядут Сами так и бросятся в рот Что-то жизнь не надо, все есть Чего нету, значит пустя Решено мы жить будем здесь Решено мы жить будем там Нарисуем старых друзей Не заметим новых врагов В этом мире все любят всех И до смерти здесь далеко Здесь покой извечный закон Неизвестно здесь слово вдруг Желтый, что кончается он Там же, где над лампочкой круг Там же, где над лампочкой круг Там же, где над лампочкой круг Ну, это уже несправедливый комплимент Потому что композицию симфоническую придумал Алексей Геннадьевич, а исполняли все вместе. Так что аплодисменты, спасибо. Я сказал о том, что Евгений Клячкин закончил курс музыкальной композиции, и что это, безусловно, ему помогло, потому что он замечательный мелодист, как вы слышите. Еще одна песня, тоже, так сказать, ставшая в жанре, так сказать, очень известной и знаковой. Называется она «Мелодия в ритме лодки». Ночью вода вертикальна, как лес, лес подошел к воде. Весла роняют задумчивый всплеск в той ощетине тишине. Ночью камыш вырастает, звеняй, вода росли смелее. Небо уходит, и тени огня прячет среди тишины. Ночью острие встают камыши, весла, как два крыла. Капли роняют на выгнутыщи маленькие тела. Ночью звезда, попускаясь к ногам, Затом дрожит в воде. Лес, остывающий, движется к нам, Полный чужих надежд. Ночью деревья отдельны, как мы, Каждому по звезде. Солые блики лежат у коровы, К солной припав воде. Лодка у юная, как колыбель, Как колыбель чиста. В длинных белых и в звездах с небес, Как колыбель цвета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я хотел бы сказать, может быть так, что Добро пожаловать на танцплощадку или танцверанду 70-х годов. Я имею в виду тот музыкальный стиль, который мы придумали для этой песни. Песня, на самом деле, очень старая. Одна из ранних песен Евгения Клячкина. Даже специалистам она неведома. Я думаю, называется она «Задумчивая песенка». Но всем представителям второго «Молдмя» она хорошо знакома, конечно. Песня, на самом деле, Сколько названо дорог моим именем, Но иначе я не смог, ты пойми меня, Десять заповедей мне, а тебе одна. Силуэт в чужом окне, чья же тут имена. Впрочем, это всё пустяк, что вину считать. Столько ждать, не шутяк, можно в шутку ждать. Я к пунктам подойду, при ластах пуке. Клима, клима, окурье дурь, я скажу «Привет», Мой вопрос, её ответ. Мостик выстроен, По сигарной папироскою выстрелим. Спросит ли люди цветы, а я люблю траву, И зачем я с неё на ты и куда зову? Я скажу «А я хочу», а ты гевнёшь в поля, А я под горочку качу, будто тот трамвай, И опять я не пройду. Снова тру виски, мы пошли другим путем, Но это пусть тоски. Сколько названо дорог твоим или нет, Но в стену приходит срок, и прости меня. Но в стену приходит срок, и прости меня. Но в стену приходит срок, и прости меня. Который мы очень любим, мы исполним сегодня, Называется она «Окно». Это песня Андрея Кричкова на стихи Марины Цветаевой. Вот опять окно, где бедни спят, Может, пьют вино, может, так сидят, Или просто рук не разнимут двое, В каждом доме вдруг есть окно такое. Крик, разлук и встреч – ты окном в ночи, Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, За окном с огнем, за окном с огнем. Субтитры создавал DimaTorzok Помолись, дружок, за бессонный дом, За окном с огнем, за окном с огнем. Субтитры создавал DimaTorzok У Евгения Клячкина есть целый цикл песен, Которые называются «Цыганочки», Самые-самые разные цыганочки. Вот несколько из них мы сегодня исполним. Первая называется «Грустная цыганочка». «Грустная цыганочка» Что любить, когда кругом потери Остается жить без первых, Что родные люди, все, кого мы любим, Вечер рядом с нами. Не шути, когда судьба Поманит, не грусти, Когда она обманет, И горки глотая снова жизнь. Глотая истина, поймешь простая Все, что еще вчера из бетона. Нынче ступи хоть шаг, Ноги тонут там, где еще вчера Плыл твой плодик. Нынче пузыри в болоте, Что любить, да только то, что близко. Полюби, дружок, себя без риска, Да не трогнет пламя перед зеркалами, Где твою лицо так в раме. Полюби стекло металл и кромель Покупи своими же руками Все живые звезды, что нас так тревожат, Покупить пока не поздно. Что, брат, легко сказать, Это правда в лете, И растоптать вся на радость, Что, брат, не хватит сил и не надо так. Живи, как жилило, не падай гордым. Оставь покой, это точно ты же, Пока живой кровоточишь прочих. Аклетов нет и не будет так устроить свет. Аклетов inhale, Если изменить это стежи, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По какому случаю мы других бережем, а друг друга мучаем? Мы других бережем, а друг друга мучаем, перетянут букет золотыми нитями, ревновать двадцать лет это извините. Не скажу, где бывал, пусть еще помается. Вот была, да сплыла, так мне больше нравится. Вот была, да сплыла, так мне больше нравится. Попугай номерок дай, на счастье вытяну. Сорок лет в этот срок ревность упоительна. Ах ты мой дурачок, да я ж тебе не верила. Двадцать лет пусть течет, извини, проверила. 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 Двадцать лет пусть течет, извини, 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 извини. Да, на самом деле, я подумал, надо ли, надо ли, все было так замечательно. Нет, ну не помешал я тебе. Слова хорошие. Правда? Вот видите, это народ, для которого мы работаем международными. Женщины, извини, извини. Вот. Кстати, спасибо вам, что вы сыграли на своем любимом инструменте, Антон Анатольевич. Мы как-то очень весело едем. Вот на самом деле, вот мы хотели уже, мы хотели уже, так сказать, объявлять сейчас перерыв. Ну, наверное, мы еще немножечко продолжим, да? Две девочки, две дочки, два сияния, два призрачных, два трепетных крыла. В награду, а скорее в оправдание Судьба мне не путевому дала. Лечу, лечу, чужою болью мучаясь Над красотой скверною земной. Уверены, что не случится худшее, А если и случится не со мной, И не вдалек летящему парящему, Какая сила держит на лету. И только увитав крыло горящее, Ты чуешь под собою пустоту. И падаешь, закидывая голову На всей земле, на всей земле один. И бесполезно машут руки голые, И здесь уже не до чужой беды. Легко любить, что не тобой посеяно, Не выдохнуто с мукою вдвоем. И как легко бороться за спасение, Когда это спасение не твое. Эй, кто-нибудь от самого страшного, Спаси, шутя, как я тебя спасал. Верни мне это крылышко прозрачное, Чтобы я его опять не замечал. Верни мне это крылышко прозрачное, Чтобы я его опять не замечал. Я не знаю, давайте сделаем маленький перерыв, 10-15 минут покурить. Давайте. Вы не против? Спасибо. Спасибо. Спасибо.